Глава 13. Время, медицина и прощение. Мы воспринимали здоровье как отсутствие заболеваний. Теперь мы оцениваем здоровье, исходя из того, насколько свободно течет через наше тело жизненная сила, прана, ци и т.д. В оптимальном случае жизненная сила должна течь совершенно беспрепятственно. Мы не можем быть здоровы, если тело засорено энергиями обиды, гнева, печали, вины и горя. Говоря о теле, мы имеем в виду не только физическое тело, являющееся одновременно энергетическим телом, но и об окружающих его тонких телах. Мы выделяем следующие тонкие тела. Эфирное тело, эмоциональное тело, ментальное тело и каузальное тело. Каждая из них имеет свою особую частоту колебаний. Если раньше мы определяли тело как сочетание химических элементов и молекул, то теперь физики предлагают нам воспринимать тела как плотные конденсации взаимодействующих энергетических структур. Тонкие поля обволакивает физическое тело слоями, словно вибрирующие энергетические чехлы, и колебания каждого из них на октаву выше, чем у предыдущего. Однако они не являются фиксированными структурами с четкими границами, как это показано на рисунке. На сайте вы можете ознакомиться с рисунком «Тонкие энергетические тела». Эти тела в значительной степени проникают друг в друга, являясь составляющими единого океана энергии, который окутывает тело. Тонкие тела определяются не столько положением в пространстве, сколько частотами своих колебаний. Тонкие тела гармонично резонируют с вибрирующими структурами физического тела, давая возможность сознанию, разуму, взаимодействовать с телом. Именно это мы имеем в виду, говоря о телесно-умственном континууме, где разум существует как в пределах физического тела, так и вне его. Более подробно о свойствах и функциях, приписываемых каждому из тонких тел, смотрите часть третью, глава пятнадцатая. Засоренные фильтры в дымоходе. Объясним наши идеи при помощи аналогии из повседневной жизни. Представьте себе, что ваше тело – это система фильтров, которые используются в дымоходах печей и каминов. Эти фильтры нужно периодически чистить, чтобы печь работала как следует. Как эти фильтры рассчитаны на то, чтобы воздух проходил через них свободно, так и наши тела. Жизненная сила должна течь через них беспрепятственно, как через физическое, так и через тонкие. Всякий раз, когда мы осуждаем или виним человека, считаем кого-то неправым, проецируем собственный негатив, подавляем гнев, затаиваем обиду и так далее, мы тем самым создаем в своих телах энергетические блоки. При этом фильтры понемногу засоряются, и через нашу печку проходит все меньше энергии. Рано или поздно фильтр засорится окончательно, в топку перестанет поступать кислород, необходимый для горения, и пламя угаснет. Подобным же образом, когда каналы прохождения жизненной силы в теле засоряются, оно начинает барахлить. Во многих случаях первым симптомом этого служит депрессия. Затем тело заболевает, и если не убрать энергетические блоки, человек может умереть. Вспомните, как изменилось самочувствие моей сестры, когда она высвободила накопившуюся энергию благодаря радикальному прощению. Ее фильтры на пути жизненной силы были засорены ядовитым убеждением в собственной несостоятельности, не говоря уже об обидах, гневе и разочарованиях прошлого, а также об озабоченности по поводу текущей ситуации. Когда Джилл отпустила все это, ее энергетические блоки исчезли, вследствие чего изменилось и эмоциональное состояние. Всякий раз, когда человек прощает радикально, он высвобождает огромное количество жизненной энергии, которая затем может быть использована для исцеления, творчества и достижения истинной жизненной цели. Как Фара вылечился от гриппа? Мой друг Фара Аллен является одним из основателей школы массажа в Атланте и консультантом по проблемам тела разума. Как-то раз он заболел особо острой формой гриппа, с которой люди обычно лежат в постели не менее 10 дней. Болезнь буквально свалила его с ног, но вместо того, чтобы просто сдаться вирусу, он решил провести кое-какую внутреннюю работу, чтобы изменить энергетическую структуру, поддерживающую вирус. Используя процесс, известный как активное воображение, состоящее в том, чтобы просто отпустить поток сознания и записывать происходящее на ум мысли, Фара наткнулся на некую неразрешенную эмоциональную проблему из прошлого, засевшую в подсознании. Мой друг прибегнул к радикальному прощению, чтобы освободиться от этой проблемы, и грипп почти немедленно прошел. Уже через два дня после начала болезни он полноценно работал и не чувствовал ни малейшего недомогания. Это была ярчайшая демонстрация целительной силы радикального прощения. А можно ли справиться с раком? Теперь допустим, что человек болен не гриппом, а раком, и мы убеждены, что причиной болезни были некие глубоко вытесненные эмоции. Считая, что путь к исцелению лежит через освобождение от этого энергетического блока, мы могли бы порекомендовать больному обрести связь с вытесненными эмоциями, полностью их прочувствовать и затем отпустить. Однако, в отличие от гриппа, который, вероятно, прошел через тонкие тела и проник в физическое всего в течение нескольких дней, энергетическая структура рака могла продвигаться через тонкие тела в течение многих лет, прежде чем попало в физическое тело и проявилось в форме заболевания. В связи с этим перед нами встает вопрос, как много времени потребуется для того, чтобы этот процесс пошел в обратном направлении, если мы будем работать только с эмоциональной энергией. Вполне возможно, что работа займет приблизительно столько же лет, сколько ушло на развитие заболевания. Не очень утешительный прогноз в случае рака или другого недуга, когда время является решающим фактором. Во всяком случае, такое предположение представляется логичным. Время как фактор исцеления. Прежде мы считали, что время представляет собой фиксированную линейную величину. Но в начале 20 века Эйнштейн доказал, что на самом деле оно относительно, и одним из факторов в уравнениях времени является наше сознание. Чем выше уровень сознания человека, тем быстрее он эволюционирует, и тем скорее происходят любые физические перемены, на которые этот человек обращает свое внимание. Представьте сознание как частоту наших колебаний. Если частота колебаний низка, нам, вероятно, потребуется слишком много времени, чтобы обратить вспять процесс развития раковой опухоли энергетическими методами. А частота колебаний человека обязательно будет низка, если он находится во власти страха, гнева или обиды, считает себя жертвой и расходует свою энергию на прошлое. Однако именно таковы характеристики сознания большинства людей в большинстве случаев. Поэтому лишь немногие способны достаточно быстро обратить такую серьезную болезнь, как рак, только при помощи освобождения от эмоциональной причины недуга. Если только человек не найдет возможность повысить уровень собственных вибраций. Избавившись от архетипа жертвы и подняв свою энергию из прошлого в настоящее при помощи радикального прощения, мы можем повысить свои вибрации в достаточной мере, чтобы добиться, если не немедленного, то, по меньшей мере, более быстрого обращения процессов, приведших к заболеванию. Для того, чтобы увеличить свои шансы на успех, хорошо использовать такие средства повышения вибраций, как молитва и медитация. Пример. В одном из моих терапевтических лагерей для больных раком лечилась женщина, перенесшая несколько операций в связи с раком матки. Врачи сказали, что жить ей осталось не больше трех месяцев. Женщиной овладела глубочайшая депрессия, и у нее осталось очень мало жизненной силы. Больная говорила, что согласилась поехать в мой лагерь только потому, что прихожане ее церкви собрали для этого деньги, и она просто чувствовала себя обязанной сделать это. Итак, мы начали работать с ней, и на третий день у нее произошел прорыв. Она вспомнила о событии, случившемся в возрасте двух с половиной лет, после которого малышка пришла к убеждению, будто она ни на что не годится. Женщина отпустила очень много эмоций, связанных с этим происшествием, и, с сожалением, вспомнила о бесчисленных случаях, когда сама строила свою жизнь таким образом, чтобы укрепить веру в собственную несостоятельность. После этого ее жизненная энергия в значительной мере возросла. На сайте вы можете ознакомиться с рисунком «Время и исцеление». Ко времени окончания нашего цикла занятий больная исполнилась решимостью отыскать какую-нибудь альтернативную терапевтическую программу, чтобы победить свой недуг и опровергнуть прогнозы врачей. Она даже готова была выехать за пределы США, если бы оказалось, что выбранный ею метод запрещен законами этой страны. Многие методы лечения рака запрещены в США. После двух недель лихорадочных поисков метода, который был бы ей по душе, женщина внезапно осознала, что исцеление придет к ней с молитвой. Тогда она отправилась в какое-то место в штате Нью-Йорк, где некая супружеская пара практиковала молитвенные недели. Больная молилась целую неделю буквально без перерыва. После возвращения женщина пошла к своему онкологу для обследования, и тот сказал, «Не знаю, как это объяснить, но у вас нет никаких следов рака». Можно было бы сказать, что произошла спонтанная ремиссия. «Однако я верю в Бога и склонен видеть в высшем исцелении не что иное, как чудо». Эта женщина является собой прекрасный пример того, как повышение вибрации посредством молитвы помогает обратить физический недуг за считанные дни там, где могли бы потребоваться годы. Я верю, что радикальное прощение способно привести к тем же результатам». Интересное, но еще не опубликованное исследование по вопросам времени и прощения было осуществлено в университете города Сиэтл. Ученые проводили ряд опросов среди людей, которые по их собственному признанию считали себя жертвами в тех или иных ситуациях. Исследователи стремились выяснить, как изменяются со временем ощущения этих людей. И вот что оказалось. «Умиротворение, которое опрашиваемые описали как состояние, когда у них совсем не осталось обиды, наступает не в результате волевого акта прощения, но приходит как внезапное открытие, что ты простил обидчика». Все опрошенные говорили, что чем сильнее они старались простить, тем более горькой становилась обида. В конце концов, они оставляли попытки простить и просто отпускали ситуацию. Через разные промежутки времени к этим людям приходило неожиданное осознание, что в их душе больше нет обиды, и они фактически простили обидчиков. Позднее выяснился другой и еще более интересный факт. Прежде чем человек осознавал, что он простил, кто-то другой прощал его самого. Кто и за что прощал человека не имеет значения. Это, несомненно, подтверждает наше утверждение о том, что прощение представляет собой сдвиг в энергии. После того, как люди были прощены, то есть произошло освобождение заблокированной энергии, они сумели и сами освободить свою заблокированную энергию обиды на другого человека. Это исследование не только подтверждает нашу мысль о том, что прощение не может быть результатом волевого усилия, но также показывает, что оно является внутренней трансформацией, которая наступает, когда человек смиряется с собственным пристрастием к обиде и принимает прощение другого человека. Кроме того, данное исследование в очередной раз подтверждает ценность девятого шага из двенадцатишагового процесса, успешно используемого миллионами участников программы «Анонимные алкоголики» и других подобных программ. Девятый шаг состоит в том, чтобы постараться загладить свою вину перед теми, кому мы причинили вред, и попросить у этих людей прощения. Когда мы обнаруживаем, что прощены, это освобождает в нас энергию, чтобы и самим простить не только других, но и себя. Время лечит рано или поздно. Кто-то может сказать, что исследования в Сиэтле свидетельствуют лишь о том, что процесс прощения идет очень медленно, и прощение является собой весьма неэффективный метод исцеления от такого заболевания, как рак. Во многих случаях проходит десятилетие, прежде чем человек осознает, что простил. Однако тут нужно отметить один важный факт. В данном случае исследователи не проводили различия между радикальным прощением и традиционным прощением. В рассмотренных ими случаях речь, очевидно, идет именно о последнем. Готов поспорить, что если бы испытуемые делились на две группы, те, кто имеют представление о радикальном прощении, и те, кому известно только традиционное прощение, то люди, знающие о радикальном прощении, пришли бы к умиротворению намного быстрее тех, кто не знает. Я не утверждаю, что радикальное прощение всегда наступает немедленно. Хотя должен заметить, что я много раз был свидетелем случаев, когда оно наступало мгновенно. Нельзя говорить и о том, что оно является надежным лекарством от рака. Однако радикальное прощение, несомненно, может использоваться в комплексе с любым другим методом лечения. Некоторые люди даже откладывали медикаментозное лечение, чтобы выяснить, не даст ли радикальное прощение достаточный эффект, чтобы отказаться от жестких методов современной медицины. В случае традиционного прощения это было бы просто немыслимо. История Мэри Моя подруга и помощница в организации терапевтических лагерей для раковых больных Мэри Пратт в течение многих месяцев отказывалась признавать, что с ее здоровьем что-то не так. Когда же отрицать очевидное было уже невозможно, она обратилась к врачу, и тот сказал женщине, что у нее рак толстой кишки третьей стадии. Медики посоветовали Мэри немедленно ложиться на операцию. Она попросила 30 дней отсрочки, и врачи неохотно согласились. Мэри удалилась в маленькую хижину в горах и неделю провела в медитациях, работая над тем, чтобы при помощи методов радикального прощения простить других людей и себя. Она постилась, молилась, плакала и буквально прошла через темную ночь души. Затем женщина вернулась домой и обратилась к целителям, которые помогли ей провести чистку организма и укрепить иммунную систему. Прошло 30 дней, и Мэри легла на операционный стол. После операции врачи интересовались, что сделала эта женщина, поскольку раковая опухоль почти совсем исчезла, и вместо запланированного радикального хирургического вмешательства им пришлось удалить только небольшие очаги рака. Выиграть время. В случаях, когда заболевание заходит слишком далеко или протекает слишком быстро, человек может выиграть время при помощи немедленного хирургического вмешательства, химиотерапии или лучевой терапии. В таких случаях эти методы не только полезны, но иногда необходимы. Помните, надежного лекарства против рака не существует. Поэтому, какие бы медицинские средства не использовались при лечении больного, врачи знают, что рецидив почти неизбежен и является только вопросом времени. Я предпочитаю смотреть на медицинские средства, если пациент остается в живых после их применения, как на возможность выиграть время, чтобы провести работу по радикальному прощению, которая может предотвратить рецидив. Превентивная медицина. Радикальное прощение представляет собой одно из лучших профилактических средств. Оно позволяет удалить энергетические блоки в тонких телах задолго до того, как они проявятся в физическом теле. Я верю, что, уча людей решать свои проблемы при помощи терапии радикального прощения, как я сделал это для своей сестры Джил, я тем самым помогаю им не только залечить раны в тонких телах, но и предотвратить физические заболевания. Я убежден, что если бы мы поддерживали свободный ток энергии в своих телах, то никогда не болели бы. В последнее время я не устраиваю пятидневные терапевтические лагеря для раковых больных, однако отношусь к своим семинарам по радикальному прощению, который провожу в разных уголках мира, как к эффективному средству предотвращения рака. Конечно, соответствующие физические упражнения, хорошая диета и другие разумные практики тоже помогают в этом отношении. Однако прежде всего важно следить за тем, чтобы наше энергетическое тело было свободно от эмоциональных шлаков и токсинов. К сожалению, соответствующие целительные методы не имеют достаточной информационной поддержки, а между тем только в США каждый пятый человек принимает какие-нибудь антидепрессанты вроде Прозака. Поскольку нам известно, что депрессия всегда предшествует раку, можно ли считать всего лишь совпадением, что каждый пятый американец умирает именно от рака? Прощение и рак. Меня часто спрашивают, почему я работаю с раковыми больными. Сам я никогда не страдал этим заболеванием, и когда в начале 90-х годов начал организовывать свои пятидневные лагеря для эмоционального и духовного исцеления раковых больных, мне еще было очень мало известно о медицинских подходах к этому недугу. Я понял, почему меня привлекает эта работа уже после того, как провел несколько пятидневных лагерей. Причина в том, что это дело непосредственно связано с моим интересом к прощению. Я осознал это, когда выяснил, что почти все раковые больные отличаются, кроме привычки всю жизнь подавлять и вытеснять свои эмоции, еще и неумением прощать. Теперь я уверен, что неумение прощать служит главной причиной большинства случаев заболевания раком. Поэтому моя целительская работа с раковыми больными и с теми, кто хочет предотвратить возникновение или рецидив этого недуга, теперь практически полностью сосредотачивается вокруг терапии радикального прощения. История Джейн Джейн проходила курс в одном из моих терапевтических лагерей в горах Северной Джорджии. Она пережила операцию на молочной железе и теперь ожидала пересадки костного мозга. После окончания занятий в лагере она еженедельно приходила ко мне для сеансов гипнотерапии и индивидуального тренинга. На наш второй сеанс Джейн пришла в ужасно подавленном состоянии, поскольку очередные клинические исследования показали наличие метастаз в ее мозгу. Кроме того, что это известие безрадостно само по себе, оно говорило также о том, что значительно уменьшаются ее шансы на результативную трансплантацию. В надежде замедлить развитие заболевания врачи собирались назначить женщине курс химиотерапии. Однако ее случай очень удивил медиков, поскольку обычно из груди метастазы распространяются в печень и только потом в мозг. Прямо в мозг болезнь распространяется очень редко. Мне подумалось, что необходимо тщательно изучить этот случай. Джейн — привлекательная женщина, сорока с небольшим лет, никого не любила вот уже в течение семи лет. У нее был мужчина, но она охарактеризовала их взаимоотношения как близкую дружбу. Джейн сказала, что видела в нем только доброго приятеля, хотя время от времени они занимались сексом. Когда я попытался разобраться в ее личной жизни немного глубже, нам удалось обнаружить сильнейшую горечь, которую она до сих пор испытывала в связи с взаимоотношениями, разорванными много лет назад. Эти необычайно сильные и страстные отношения продолжались восемь лет, и Джейн буквально боготворила своего возлюбленного. После того, как она встречалась с этим человеком уже четыре года и надеялась, что вскоре они поженятся, выяснилось, что ее любимый женат, и у него есть дети. И он не имел ни малейшего намерения оставлять свою жену. Джейн пришла в отчаяние, она не смогла заставить себя отказаться от свиданий с этим человеком. Для того, чтобы разорвать эти взаимоотношения, потребовалось еще четыре очень болезненных года. Мне стало ясно, что в результате этих неудачных отношений Джейн наглухо закрыла свои чувства и теперь уже больше не позволит себе так сильно привязаться к мужчине. Не удивил меня и тот факт, что у нее было разбито сердце. У большинства женщин, страдающих раком груди, когда-то было разбито сердце. Грудь – питающий орган, находящийся в непосредственной близости с сердцем и связан с ним. Уже направляясь к двери после окончания нашего сеанса, Джейн прошептала. «Я спрятала все это на чердаке». «Что вы имеете в виду?» спросил я обескураженно. «Ну, все, что связано с этим человеком, все, что напоминает мне о нем, все, что накопилось за эти годы. Я сложила это в коробку и отправила на чердак. Эта коробка и сейчас там. С тех пор я к ней даже не прикасалась». Я велел ей сесть и рассказать мне все с самого начала. Затем снова и снова. Вдруг Джейн увидела связь между коробкой на чердаке, символизирующей ее несчастную любовь и раком мозга. «О боже! Это ведь он в моей голове, правда? Прямо под крышей, на чердаке!» Я велел Джейн отправиться домой, подняться на чердак и достать оттуда коробку. Я сказал, чтобы она принесла коробку на следующий сеанс, и мы рассмотрим ее содержимое предмет за предметом. Мы решили, что Джейн будет рассказывать мне историю каждой вещицы, пока ей не удастся изгнать из души энергию этого мужчины и освободиться от вытесненной боли. Пациентка поняла, что тут может таиться ключ к ее исцелению, и очень оживилась. К сожалению, на следующий же день у Джейн был приступ, и ее отвезли в больницу. Она умерла месяц спустя, так и не прикоснувшись к пылившейся на чердаке коробке. Возможно, разглядывать содержимое коробки и переживать боль утраченной любви было бы нестерпимо для нее, и мне кажется, что на каком-то уровне она предпочла смерть этой боли. Источники заболеваний. Энергетические блоки всегда вначале зарождаются в тонких телах. Затем, если не освободиться от них еще на этом этапе, они перемещаются в физическое тело и в конечном счете проявляются как заболевания – рак, рассеянный склероз, диабет и тому подобное. Таким образом, можно сказать, что болезнь вначале зарождается в тонких телах и только потом переходит внутрь. Мы привыкли считать, будто лучший способ предотвращения заболеваний – регулярные профилактические медосмотры. Теперь нам известно, что гораздо эффективнее посетить человека, умеющего читать по ауре, то есть того, кто умеет настраиваться на энергетические структуры тонких тел, в частности, эфирного тела. Такие люди могут видеть зарождение энергетических блоков задолго до того, как те проявятся в физическом теле. Медики с сильной интуицией делают то же самое. Существуют также современные диагностические системы, позволяющие выполнить те же задачи. Они носят общее название – приборы электродермальной диагностики, и наиболее широко применяются натуропатами, гомеопатами, остеопатами и хиропрактиками. Этот прибор использует акупунктурные точки, связанные с эфирным телом, для чтения информации о различных органах тела, чтобы выявить заболевания на субклиническом уровне. Из опыта известно, что эти приборы дают очень точную информацию, однако большинство профессиональных медиков до сих пор не признают их. Выяснилось, что гораздо легче исцелить энергетическую структуру заболевания еще на тонком уровне, чем ждать, пока оно проявится в физическом теле, поскольку тогда недуг становится намного устойчивее к любым воздействиям. Эмоциональный хлам Квантовые физики уже доказали, что эмоции представляют собой конденсированные частицы энергии, и если человек не дает им выхода, они откладываются между атомами и молекулами. Это приводит к засорению фильтров в наших телах. Едва эмоция превращается в частицу, избавиться от нее становится намного труднее, чем до этого, и в этом состоит наша проблема. Для того, чтобы удалить этот блок из физического тела, нужно намного больше сил и энергии, чем требовалось бы для того, чтобы избавиться от этих же эмоций, пока они еще представляли собой чистую энергию в тонком теле, в данном случае в эмоциональном теле. Однако удалить эти частицы прежде, чем они причинят вред, все-таки возможно. И лучший из известных мне методов осуществить это – комбинация радикального прощения и дыхания Сатори. Смотрите часть 4, главу 27. Если же позволить этим частицам сгущаться и накапливаться в теле, они однажды превращаются в раковую опухоль, трудноизлечимый и смертельно опасный недуг. Почему мы не исцеляемся? Очевидно, время и исцеление непосредственно связаны между собой. Чтобы эволюционировать до такого уровня, когда мы сможем исцелять себя, нам нужно присутствовать большей частью своего сознания в текущем моменте, не в прошлом, не в будущем, но сейчас. Кэролайн Мисс в своей аудиосерии «Почему люди не исцеляются» утверждает, что те люди, которые растрачивают более 60% своей энергии на поддержание прошлого, не способны лечить себя энергетически, поэтому, заболев, они вынуждены полностью полагаться на химические медикаменты. Она говорит, что если 60-70% драгоценной жизненной силы человека уходит на работу с негативным опытом детства, юности и молодости, а также на переживания, потерь, разочарований и обид прошлого, а еще 10% на заботы, планы и попытки контролировать будущее, то для настоящего момента и для исцеления остается ничтожно мало энергии. Тут важно заметить, что наша энергия не расходуется впустую, когда мы придаемся позитивным воспоминаниям, а также воспоминаниям о негативном опыте, который мы обработали и простили. На сайте вы можете ознакомиться с рисунком «Почему люди не исцеляются». У жизни есть собственные методы, чтобы вернуть нас и нашу энергию в настоящее время. Иногда для этого служит травма. Когда на человека обрушивается бедствие, катастрофа, его жизнь внезапно подвергается опасности, он немедленно сосредотачивается на текущем моменте. Он инстинктивно переносит свое сознание в настоящее. Вдруг прошлое утрачивает свое значение. Существует только этот миг. Известны убедительные примеры того, какой силой обладает энергия, сосредоточенная на текущем мгновении. Так описан случай, когда мать, увидев, что ее ребенок оказался под автомобилем, нашла в себе силы, чтобы поднять машину над землей и освободить малыша. Невиданные проявления отваги и доблести тоже случаются именно тогда, когда вся энергия человека концентрируется в настоящем моменте. Ибо страх рождается только в моменте, когда мы переносим прошлое в будущее. Прибывая в текущем моменте, мы абсолютно бесстрашны, поскольку не осознаем ни прошлого, ни будущего. Радикальное прощение помогает нам оказаться в настоящем, ибо для того, чтобы простить радикально, мы не отправляемся в прошлое. Мы просто прощаем человека, который отражает наши проекции прямо здесь, в настоящем. В этом красота радикального прощения. Это правда, что иногда, как в случае Джилл, мы очень ясно вспоминаем ситуации из прошлого, проливающие свет на текущую ситуацию. Тем не менее, мы концентрируем свое внимание на совершенстве того, что происходит именно сейчас. Нам нужно выбрать. Либо отказаться от архетипа жертвы и при помощи радикального прощения перенести свою энергию в текущий момент, либо ждать, пока нас вернет в настоящее какая-то болезненная травма. Иными словами, мы можем либо трансформировать свою энергию по доброй воле, либо ждать, пока нас вынудит к этому какое-нибудь бедствие или смертельный недуг. Субтитры создавал DimaTorzok